Сегодняшний урок живописи я посвящаю вопросу, как рисовать лошадь, точнее как её писать, потому что это будет урок живописи. Мы будем работать масляными красками. И вначале, прежде чем писать, я уже сделал рисунок. Рисунок предварительный, он обобщенный, без лишних деталей. Почему? Потому что грунтованный холст или картон, он не любит излишек карандаша, графита или угля. И поэтому, чтобы красочный слой в живописи не пачкался, а графит или другие материалы, уголь, я делаю рисунок очень лёгкий, без лишних деталей, потому что они, в принципе, сейчас не нужны. Ещё несколько слов скажу о самом рисунке. Для начинающих художников это будет очень важно. Чтобы правильно изобразить какого-либо животного и работа была успешной, нужно, как я уже часто повторяю в своих уроках, правильно передавать пропорции животного, понимать особенности его скелета, мускулатуры, то есть понимать анатомические особенности. И тогда уже будет работа, будь то рисунок, живопись или декоративное искусство, будет и проще даваться сама работа, и итог будет успешным. Сейчас обращаю внимание на то, например, на какие ключевые точки в рисунке, на какие точки нужно обратить внимание. Ну, например, вот эта линия будет соответствовать позвоночнику, шее, здесь у нас плечевой пояс, грудная клетка, таз. И дальше от плечевого пояса и от таза идут конечности. То есть первые ноги, передние, извиняюсь, ноги и задние ноги. Вот чтобы это всё правильно нарисовать, нужно сопоставлять размеры. Ну, например, у ног есть три видимых таких основных сустава, в которых нога изгибается. То есть, будь то передние конечности, задние конечности, раз, два, три. На второй ноге раз, два, три. На передних раз, два, три. Раз, два, три. И в этих точках ноги подвижно, они изгибаются. Вот как правильно нарисовать. То есть, ну, например, вот назовём его коленный сустав. Где он будет? То есть, как его правильно нарисовать, точнее, где его нарисовать, как его расположить. Чтобы нога не получилась там какая-то низкая, короткая и так далее. Поэтому я вот намечаю две линии. То есть, крайняя точка – это копыта. Потом там, где начинается грудная клетка. И вот этот вот отрезок, длина этого отрезка, приблизительно будет делиться у нас пополам. И вот чуть ниже середины будет находиться этот самый коленный сустав. То есть, раз, два. И вот между этими двумя точками мы отчитываем середину. И чуть ниже середины будет коленный сустав. Я в рисунке немножко допустил ошибку, поэтому здесь вот видно исправление. Исправлял расположение. Поэтому вот эта схема, она помогает нам в рисунке правильно передавать пропорции. Эту схему можно нарисовать. Ну, я, чтобы не портить грунт картона под красочный слой, не стал этого делать. Ну, а так можно нарисовать, например, схему, которая повторяет скелет лошади. То есть, шея, позвоночник, плечевой пояс, таз. Здесь не видно, конечно, но внутри, как у человека есть лопатки, так и у лошади внутри есть соответствующие косточки. И вот, например, одна косточка, потом вторая косточка, здесь сустав, третья косточка, четвёртая, пятая и так далее. То есть, вот просто схему вот такой вот из отрезков, если наметить, то уже будет проще потом работать. То есть, вот тоже невидимый. Ну, не то, что невидимый, а редко замечают люди, но это тоже сустав. Он тоже здесь, нога здесь тоже изгибается. И вот можно тоже такую схему нарисовать, и эта схема облегчит потом рисунок. То есть, поверх вот этой вот схемы, соответствующей скелету лошади, можно уже дальше обрисовывать контуры непосредственно более реалистичный рисунок. Главное – это пропорции. Вот если на первом этапе мы правильно передали пропорции, то успех будет, если не гарантирован, то мы будем ближе к этому успеху. И ещё добавлю, что очень важно сопоставлять различные части единого целого. Ну, например, вот мы сопоставили вот эти два отрезка, определили расположение сустава. То же самое можно делать относительно всего. Ну, например, вот ширина этого плечевого пояса относительно другой части туловища. То есть, я как бы мысленно делю всю эту фигуру пополам, допустим. Вот так вот. И вот эта точка будет слева от середины. То есть, получается, вот отрезок, и он у нас помещается почти полтора раза вот в оставшейся части фигуры. Поэтому сопоставлять, ну, например, это к этому, или высоту грудной клетки к длине ноги, то есть, как они соотносятся друг к другу. И вот такие сопоставления как раз помогают в рисунке не ошибиться в передаче пропорций. Ну, например, ширина грудной клетки, точнее, и высота по отношению к длине фигуры. То есть, сколько вот этих отрезков будет помещаться по длине. Или шеи, например. То есть, сколько этих отрезков будет помещаться во всей фигуре. Поэтому такие сопоставления очень важны. То есть, вот мы здесь сопоставляли. Можно сопоставить длину ноги к ширине туловища, или длину ноги к длине туловища. И вот эти отрезки, если их сопоставлять, то работа будет намного проще. Ну, сейчас я буду приступать к работе с масляной краской. Поэтому, прежде чем начать работу с живописью, я вот хотел подчеркнуть именно вот эти вот моменты, которые облегчат работу с рисунком, с передачей пропорций. И когда у нас уже вот будет готовый силуэт, дальше писать краской будет уже намного проще. Но, ещё раз повторюсь, что не следует сильно нажимать на карандаш или уголь, в зависимости от того, чем мы пользуемся в рисунке, чтобы потом эта чернота не испортила красочный слой масляной живописи. Вначале я работаю под малёвку, то есть это жидкая краска, сквозь которую просвечивает холст или картон. Краска может быть пастозной, может быть полупрозрачной. Вот под малёвок – это полупрозрачный слой, и я начинаю работать с него. Фон будет у меня нейтральный, серый, такой песчаный даже, можно сказать. Потом плавно и постепенно я буду вводить белилу, то есть пастозную краску белую, и получится такое сочетание. Пастозная краска белая. Все подтёки краски, разводы, постепенно обобщаться, получится красивая фактура, поэтому я специально делаю вот эти все неровности. Вот так и стремятся. Вот так и стремятся. Самый темный участок будет сверху, к низу постепенно свет будет светлее, но делать это я буду постепенно, не сразу. Краска будет стекать. 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 И если говорить о свете и тени, то они всегда находятся в противоположности. То есть если тень холодная, свет тёплый. Если тень тёплая, то свет холодный. В моём случае тень будет холоднее выглядеть, чем свет. Такой немножко будет песчаный солнечный фон. Но в тени будет больше холодных цветов присутствовать. И плавно, по мере приближения к свету, к нижней части фона, там где песок светлый, там будет светлее. И так далее. Субтитры сделал DimaTorzok От ног лошади будет падать тень, она называется падающая тень, поэтому от копыт я делаю такие вот мазочки, которые как бы намёком, как бы недоделаны, но они показывают, обозначают падающую тень. Чем ближе к ноге, тем тень темнее, чем дальше, тем она становится светлее, размытие, менее контрастной, поэтому это немаловажный момент, который нужно учесть. Тень не будет тёмной, плотной на всём протяжении. К тому же поверхность земли неровная, бугорочки, камешки, поэтому все вот эти вот направления, они будут неровные, извилистые. Теперь я приступаю к нижней части фона. Это у меня по замыслу будет песок, светлый, освещённый солнцем. Поэтому я его делаю чуть-чуть потеплее. Вот это у меня по замыслу будет. Продолжение следует... Вот я ввожу пастозную краску белую, ввожу ее неравномерно, а крупными такими мазками, которые как бы показывают неровности на поверхности земли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И фон будет состоять из прозрачных частей и непрозрачных. Таким образом, может быть на камеру это не очень будет хорошо заметно, но когда зритель будет смотреть на произведение вживую, то это будет смотреться интересно, когда краска чередуется. Холодная степа прозрачная с непрозрачным. Продолжение следует... 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 Где-то я разравниваю, делаю гладкий переход одного цвета в другой, но где-то предпочитаю ставить такую фактуру крупного мазка, так фон будет выглядеть более динамично, живо, не будет однообразия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, когда основа готова, теперь я начинаю писать силуэт лошади. По замуслу это у меня будет породистый скакун изобеловой масти. Изобеловая масти это редкая масть и выглядит конь очень интересно, такой светлый окрас с золотистым оттенком. Потом писать он будет довольно интересно, хотя может быть немножко сложно, но зато есть над чем поработать. Каждая группа мышц, о которых мы говорили в начале, имеет своё... Своё, как бы сказать, переход от света к тени. То есть, например, если взять эту группу мышц, то с этой стороны свет, потом полутень, тень. Также на грудной клетке свет, полутень, тень. На тазовой области свет, полутень, тень. На шее свет, полутень, тень. То есть, каждая отдельная группа мышц будет освещена солнцем, и на каждой группе мышц будут свои полутона, свой свет, свои тени. А потом уже каждый отдельный фрагмент мы будем объединять в единое целое. И выделять какие-то отдельные части, делать их более уразительными, контрастными. А что-то обобщать, уводить в фон, как второстепенный элемент. А что-то обобщать. А что-то обобщать. А что-то обобщать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я закреплю холст, чтобы он не гремел, не соскакивал. Продолжение следует... 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 Вот я сейчас убираю эти линии карандаша, которые были вспомогательные. И видим, как излишек графита мешает в работе. Поэтому еще раз напомню, что не следует увлекаться рисунком перед живописью, чтобы он потом не просвечивал и не портил вид. Потому что потом может вот так вот получиться, что исправлять надо будет. Продолжение следует... 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 С общего, как обычно художников учат в училище, начинаем с общего и потом уже постепенно доводим работу до законченного состояния, прописывая детали, подробности. Сначала нужно не ошибиться в общем, поэтому я пишу широко, но постепенно ввожу детали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Где-то обобщаю пальцем, чтобы фактура краски была везде разнообразной. Продолжение следует... Помимо тени, полутени, света на поверхности еще будут блики. Это особенно важно в живописи лошади, потому что кожный покров и ворс этого животного на свету переливаются. Поэтому мы обязательно здесь покажем блики. И лошадь будет более естественно выглядеть. Переход от блика к свету, к полутени резкий. То есть граница здесь не размытая, а четкая. Продолжение следует... 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 Ну, конечно, с бликом важно не перестараться, иначе не будет естественности, живости в живописи, такая получится переделанность, чрезмерная деталировка тоже вредит. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Копыт имеет темный цвет. Но на нём будет обязательно присутствовать свет, может быть даже блик. Поэтому полностью тёмным я не оставляю. Возьмите внимание. Возьмите внимание. Возьмите внимание. Возьмите внимание. Возьмите внимание. Используйте внимание. Продолжение следует... 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 Поскольку это тень на втором плане, то я её искусственно намеренно изменяю, не делаю такой же тёмной, как тень на ноге первого плана. То есть там она будет немножко размытой, как бы в тумане, хотя она тёмная, свет на ней темнее, чем свет здесь, но тени будут не такие тёмные, как на первой ноге, потому что если я сделаю как один в один, то будет перекликаться первый-второй план, поэтому я намеренно как бы размываю, я как бы ввожу в туман ту заднюю ногу. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...